Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как эпоха отражается в искусстве и как определить художественную и историческую ценность произведений? Об этом будем говорить сегодня и в нашей студии искусствовед и арт-критик Валентина Чернова. Здравствуйте, Валентина Алексеевна! Время проходит, остаются, конечно, такие артефакты, свидетельства эпохи, запечатленные человеком в искусстве. А как вот это прошлое через искусство дотягивается до настоящего? Что вам представляется наиболее ценным? Ну, вы знаете, я считаю, что вот эта конфуцианская знаменитая заповедь о том, что младшее должно беспрекословно почитать старшее, она должна и в нашей среде, и в нашем обществе применяться. Младшее – это значит наше время. Оно должно почитать старшее, значит, прошлое время. Если ударить прошлое из ружья, оно в ответ ударит из пушки. Потому что, ну вот у нас был в советское время Жигулевский пивоваренный завод. Ну вот все пили Жигулевское пиво. И никто как бы знать не знал до перестроечных времен, что был интереснейший человек Альфред Филиппович фон Вакана, коллекционер, собиратель, меценат. Очень много создал, создатель просто, много жертвовал, освещал там наш парк, благоустраивал холм, где драмтеатр. Вот прорыл артезианскую воду. Вообще придумал очень интересный рецепт пива, который зеленое загружали на барже, и оно поспевало, доплывая до Астрахани. И это он подарил нам чудесную коллекцию. Вот мне посчастливилось быть куратором этой коллекции, следователем коллекции. Он был путешественником Китая, Индии, Японии, Древней Греции, Египет. Только благодаря этому художнику мы можем прийти в музей и увидеть эти уникальные вещи. Да. Валентина Алексеевна, а если проанализировать, почему так получилось, что о нем раньше не знали? В какой-то период это было закрыто все. Вот что это было за интерес не распространять такую информацию, не доводить такие вот культурные ценности до людей? Вы знаете, у нас вообще-то радикальная культура. Вот Индия и Китай – это традиционные культуры. То есть они за собой тащат этот шлейф тысячелетий, не разрушая. У нас еще Петр Первый не спровергал, и князь Владимир не спровергал идолов. И поэтому вот эта специфика радикальной культуры. Сломать, потом новое построить. Да, это даже не только в культуре отражается, а вообще в исторических эпохальных событиях. Потому что есть чудесные писатели, которые забыли о советской эпохе. Сейчас, правда, новая эпоха забыла и прокляла этих актуальных писателей, крестьянских каких-то поэтов, митинговщиков, идеологов в литературе. То есть радикальная культура. Увы, ничего с ней не поделаешь. Вот сейчас такое время. Мы с вами встречаемся накануне Дня Победы. Как вам кажется, к чему нужно обратиться из этой эпохи, чтобы опять наполнить культурно-исторической ценностью свою жизнь? О чем не нужно забывать вот с этой точки зрения? Вы знаете, я ребенком мечтала быть путешественником. Ой, как романтично. Да, и я просто думаю, что каждый ребенок должен знать, что путешествие и археология рядом с нами. Потому что я знаю, есть люди, которые собирают пузырьки, старинные флаконы. Есть люди, вот нам Александр Васильев открыл глаза, которые собирают одежду, костюмы ушедшей эпохи. И мне больно было недавно узнать, вот положим, хорошо, что это был человек-исследователь, историк. Он увидел в контейнер выброшенный фотоальбом. Умер человек, участник войны. И в этом альбоме, да, пусть чужие лица, но это фотографии 20-х, 30-х, 40-х годов. В каком аспекте мы можем увидеть вот эту вот вещь из прошлого? Во-первых, это история нашей страны. Это история стиля, это история одежды, история моды, история фотографии. И, понимаете, нужно еще слушать соседей. Вот в свое время я ходила к одному художнику, Ивану Васильевичу Карпунову. Я его слушала. Потом, потом я однажды взяла магнитофон. На четыре кассеты несколько часов мы спрятали магнитофон под стол, пили чай. И я записала очень интересный рассказ о репрессиях, о том, как он бежал, как всю жизнь он прожил в страхе, обманул, чтобы получить паспорт. Никому не сказал, чтобы не исключили из сообщества, с работы. То есть его исповедь, она была записана, понимаете? Я ее переписала с магнитофона в тетрадку, потом набила. И я знать не знала, что запись, сделанная на аудиокассету, в 1997 году она будет опубликована и издана. И, в общем-то, вот воспоминания художника Карпунова. Я всегда хотела быть художником, мемуары. И кто-то мне сказал, здесь очень много страниц про детство и юность. Я говорю, это здорово. Мы же не знаем, какое было детство в 20-е годы у детей. У многих уже бабушек, дедушек нет. Поэтому я вот призываю очень многих людей, которые далеки от искусства, слушать, смотреть, сохранять, изберегать, совершать вот эти вот открытия и путешествия. Иногда в случайном разговоре, где-нибудь в поликлинике кто-то говорит, свекор умер, у него был стариннейший костюм казачий, я вынесла в контейнер. Все равно кто-нибудь возьмет. Вот. И я задаю себе вопрос, а почему не музей? Вот я как раз хотела спросить, а что делать вот с теми же фотографиями, с теми старыми вещами, как вот на взгляд обывателей. Ну, это старая уже ничему не служащая вещь, одежда. А что делать? Вот что вы посоветуете? Ну, вы знаете, оказывается, изучая нашу историю Советского Союза, понимаешь какие-то очень странные, невероятные вещи, узнаешь их. Вот, например, Эрмитажу запрещали коллекционерить искусство эпохи модерна. Потому что это было декаданское искусство. И когда я была на стажировке в 2000 году, нам показали первые 100 экспонатов, которые они купили. Поэтому-то я работаю в архиве и сотрудничаю с нашим архивом общественных организаций. Оказывается, нашим архивам запрещалось собирать семейные альбомы. А сегодня это можно, да? Да, сегодня это все можно. Принести в музей, и там уже сотрудники увидят ценности. Музей, архив, кривейческий музей. Да, да. Вот. И я думаю, что как бы вот наше это отношение, нервнодушное отношение, оно потом скажется на отношении к нам извне, со стороны. Да. Вы как-то написали статью про творчество одного из художников. Она называлась «С чего начинается творчество?» «С чего начинается образ Отечества?» Я хотела вас спросить, ответить на этот вопрос шире. Вот на этот вопрос. «С чего начинается образ Отечества для вас?» Не в отношении вот одного художника, а вообще. Вы знаете, этот образ очень емкий, вот, невероятно емкий. Потому что у каждого есть своя малая родина, понимаете? Своя там… У кого-то образ родины – это поездка к бабушке, правильно? У кого-то это может быть дача, старая-престарая. У кого-то это может быть даже просто первые книжки прочитаны, и первая учительница. И, кстати, вот этот образ Отечества. Я недавно встретила художницу из Пензы. Она сказала, что на международную выставку Елены Вилковой, посвященную 70-летию Победы, взяли натюрморт с изображением русской печи. Вот русская печь, понимаете, это тоже как бы образ России, образ Родины. Это может быть даже просто, знаете, кто-то ребенком ходил на демонстрацию на 1 мая. И помнит с теплотой вот этот день. Потому что сегодня очень актуальная тема патриотизма, и не все к ней относятся однозначно. И вот мне хотелось бы узнать вот у вас как раз, что значит «любить Родину»? И главное, как это через искусство, может быть, даже воспитывать у детей? Ведь все начинается с воспитания. А не то, что человек вырастает там до 30 лет и начинает любить Родину. Или что-то там вот с ним случается. Вы знаете, мне пришлось, в общем-то, несколько десятилетий хранить коллекцию китайского искусства. И я обнаружила, что это единственная цивилизация, которая культ стариков. И они, почитая как бы вот это стариков прошлое, они научают молодежь уважать старость. И дети уже видят, как уважают стариков, начинают потом уважать своих родителей. То есть вот нельзя прерывать эту линию связи. И, слава Богу, у нас есть вот любовь к бабушке, к любимой, к дедушке. Она есть. Эти семейные ценности последние десятилетия, они пробудились, они культивируются, они существуют. Может быть, заразить. Вот сейчас я смотрю, эти гаджеты. Они разрывают бабушек, дедушек и внуков. Да. Сидят рядом, буквально родственники, и каждый в своем гаджете. И уже и бабушки даже приобщаются. Ну вот бабушкам, конечно, я знаю, как-то в интернете узнала. Внук для бабушки сделал сайт, и сайт бабушка выкладывала схемы вязания с петлями. Да нет, вы сесть рядом с внучкой и показать напрямую. Ну то есть, в общем-то, такое вот сотрудничество может быть вот тесное. Вот новое должно поделиться со старым, но и не выбрасывать это старое, не разлучаться с этим старым, с прошлым. Да. А вот почему все-таки мы не ценим историю прошлого? Ну получается, даже по вашим таким эпизодам, что кто-то там что-то выбросил, отнес на помойку и так далее. Это же тоже должно прививаться, да, изначально? Ну вы знаете, это какая-то некая определенная... А что ушло? Вот где это было, звено вот это потеряно? Вы знаете, это все равно все-таки советская страна первые 20-30-е годы, когда, ну, классические романы вспомните, общепит, общие детские сады. Это еще Клан-Тай, когда сказала, дети будут общие, да, там общепит будет, вот дома не будет никаких кухонь, все будет, так сказать, общественное. Поэтому не нужно было вот этого. Даже ведь мало кто знает, куклы были отменены в советское время. Потому что они, ну, куклу же надо одевать, наряжать, играть, это воспитывает индивидуализм. Тогда эти куклы в крестьянских семьях распространились вот эти вот такие завертки из тряпок, они распространились с такой невероятной силой, что специальный институт изучил этот вопрос, куклы разрешили. Семейные праздники были запрещены, вы знаете, Новый год, вот, елка, Рождество. То есть это как бы способствовало разобщению семьи. А вот ради чего все это делалось и что происходит с людьми, которые не помнят о своем прошлом, свою историю и становятся разобщенными? Вот какие выводы можно сделать? Потому что многие сегодня говорят, что мы тоже сегодня разобщены. Ну, есть такое мнение. Да, мы разобщены, но я думаю, что надо просто верить и надеяться. Надежда у нас есть. Просто я вот, говорю, призываю слушать, не поворачиваться куда-то, не быть занятыми своими вопросами, делами, а слушать тех, кто рядом, близко. Быть любопытными, неравнодушными и не выбрасывать ничего из бабушкиной дачи, из чердака, из бабушкиной квартиры. Все сразу раз и выбросили. Может быть, позвонить в какие-то места, может, кто-то заберет. Да, действительно, быть любопытными. Вот вчера буквально смотрела программу, интервью с нашим известным артистом Сергеем Никоненко. У него жизненный девиз «Быть любопытным». И даже он приезжает на гастроли в какой-то город новый, первое, что он делает, он идет в картинную галерею. Или просто он сказал «в галерею». Вот я хотела у вас узнать, как у критика, для миллионного города количество галерей в Самаре достаточное, на ваш взгляд, и их уровень, как вы оцениваете? То есть, возможности у всех горожан есть посетить. И главное, что вот интерес существует со стороны горожан для посещения этих галерей, они не пустуют? Потому что вот года два назад в Москве сообщали, что некоторые картинные галереи просто закрываются. Да, закрываются. Ну, во-первых, вы знаете, если бы я была маленьким ребенком, я бы бегала, смотрела на репродукции в «Радуге». Потому что ребенку достаточно альбома, открытки и картины. Далее, конечно, детям, школьникам у нас есть замечательный музей железнодорожный, у нас есть музей, сейчас МЧС появился, у нас вот такие вот пожарные музеи, они любопытные. Вот такие вот ведомственные, корпоративные. Недавно я была в потрясающем музее, он тоже, он институт культуры. Я даже видела газету, Молотов с Гитлером пожимает руку, подписывая пакт. Вот сходите туда, и там планшетка офицерская, там множество предметов, фотографий времен вот той эпохи первополна 20 века. Но недавнее открытие, последнее потрясение, удивление я пережила на выставке, которая называется «Модерн. Эпоха личности». Она открылась в музее Модерна. Это история одной семьи, где там детская воспроизведена начало века, эпохи Модерна. А кабинет с граммофонами, там столовая накрыта, там скатерть начала 19-20 века, там сервис вообще, буфет. Все полностью, столовое серебро, приборы, даже, знаете, флакончики из-под аптечных товаров, коробочки пустые из-под зумной пасты, монпасли. Это все уходит. Все собрано. Да-да-да, мы уже представление не имеем, какие были вещи. Рубашечки там, вот одежда, нитки, иголки, знаете, вот пуговицы, все-все там такое. Все эпохи Модерна. Причем пять комнат, пять залов, это история одной семьи. Это вот Анита Яковлевна Бас, которая 50 лет проработала в музее. Вот, и вот поэтому я, когда приехала сюда, я думала, вспоминая выставку, я ходила туда два раза о том, как важно сказать, о том, чтобы ничего не выбрасывали, все сберегали. Да-да-да, главное вот уметь еще этим распорядиться, вовремя отдать, чтобы вот оценили ценности и дальше сохранили. Вот, то есть, если есть интерес у горожан, то они могут найти и галереи, и выставки, и музеи, было бы желание. Вот, знаете, что хотелось у вас узнать, как у постоянного посетителя музеев, галереи и выставок, вот это же относительно узкий контингент людей, которые ходят по всем выставкам, или он расширяется, или наоборот сужается. Главное же не, чтобы это желание пробудилось у как можно большего количества людей, чтобы общество было более культурным. Вот не одни и те же ходили из одной выставки в другую, из одного музея в другой, а чтобы вот эта история расширялась. Сейчас еще существуют вот какие проблемы, например, для школ. Раньше были шефы, которые давали автобусы, а сейчас нужно же оплатить ожидания автобуса, поездка. Да, и не всякая школа может позволить постоянно вывозить, не всякие техникум. Но я, например, знаю вот в проспекте Ленина библиотека, это новая галерея, это абсолютно бесплатная галерея, они делают потрясающие проекты. Я каждый раз там делаю открытия. То была всероссийская выставка дерева, то была вообще потрясающая выставка мастеров-кукольников, которых у нас очень много в нашей губернии. То есть это какие-то интересные привазные выставки. В музее Алабина была всероссийская выставка гобелена, и оказалось, что наш самарский гобелен-то ого-го какой, как он ценится. То есть в принципе все равно нужно, ну люди же приезжают сейчас на метро в Макдональд. Ну по пути можно зайти. Так в том-то и дело, что произошел перекос, что люди вот в предварительной беседе вы сказали, что стремятся и живут сиеминутным, сегодняшним, вот какими-то вот покушал, хорошо, да, там, ну пойду я там в музей, мне вот достаточно этого, этого, этого. Не говоря уж о том, что о прошлом что-то вспоминать, куда-то чего-то нести. Вот это как-то нужно переломить. Понимаете, когда мы жили в советской эпохе, нам казалось, что эта эпоха будет длиться, длиться и длиться. И вдруг как-то она резко закончилась. Мы делали выставку, очень интересную, посвященную вот, ну, образу советской женщины. Оказалось, что нигде нет школьной формы. Вот просто разыскать советскую школьную форму с фарточком. Да, с липового бросования. Да, да, нигде нет вот этого, вы знаете, черного, это эбонит, что ли, материал, телефонного аппарата, сталинской эпохи. Вот даже просто простого графина советского такого, знаете, граненого. Вот, и хорошо, что вот тогда откликнулось огромное количество друзей музея. И люди принесли одежду, форму, шляпки, там всякие флаконы, коллекционеры принесли, бижутерию. И даже одна дама принесла фельдеперсовые челки эпохи Непа. Представляете? И это была выставка, конечно, феерическая. Ну, и потом, после этой выставки, многие, те, кто принесли, они даже просто подарили шляпки в музей, да, какие-то вещи. Да, ну, такие вещи еще можно сохранить. А вот еще одна проблема тоже произошла во время, когда все стали делать евроремонты. Да. И мебель, да, просто вот выбрасывалась, опять же, вот на всякие вот свалки. И все это тоже практически ушло. И старинное, и... Да, ну, вы знаете, говорят, и в 60-е годы такое было. У всех была мебель 19 века, и все купили вот это вот ДСП. Да, ну, это то, о чем вы говорили. Как вы назвали нашу вот эту вот традицию? Радикальная культура. Радикально поменять все и начать новую жизнь. Да, интересно. Вы очень много общались с нашими художниками самарскими, изучали их творчество. Я хотела бы вас поинтересоваться, кто для вас представляется таким наиболее... Ну, кого вы любите творчество? Каких самарских художников любите и цените? Следовательно, на кого и нам нужно обращать внимание? Вы знаете, вот однажды в художнической среде появился художник-священник, монах свободный, в миру. И он, художники все его знали. Он работал долгие годы в художественном фонде. И я помню, один художник сказал как-то, а нам как быть? Я говорю, а у нас религия — мир искусства. Мы очень хорошо знаем эту религию. Нам не надо ее покидать, нам в ней комфортно. Понимаете, я искусствовед, историк... Что такое искусствовед? Это историк искусства, который исследует. Он ведет исследовательскую работу в архиве со старинными вещами, открывает 18-19 век. Что такое арт-критик? Это искусствовед, критик, который ходит на выставки современного искусства и наблюдает художников. И я не могу отделить одного, понимаете, одного от другого. Потом художники — это моя профессия. Я не могу кого-то не любить, ненавидеть. Меня даже в институте, в Академии художеств, я помню, один старший курсник говорил, даже если в человеке 90% недостатков найдете, 10% лучшего в его творчестве, в его искусстве. Понимаете? Поэтому... Нужно же объективно относиться, как критика к творчеству. Да ведь, знаете, каждый... Вот образец Сергея Никитича Южанин. Я познакомилась с его внуком в 70-е годы. Никто о нем не знал. Это вот первый буклетик вышел в нашем музее. Извините, он вышел уже очень поздно. Он вышел в 2006 году. Никогда вы о нем не слышали, нигде не найдете. Потому что он всю жизнь прожил в Италии. Когда началась мировая война, он приехал сюда, в Самару. А тут уже после 14-го года революции, он никому уже не нужен со своим картинами в Венеции и Италии. Понимаете? Да. И что? И вот я помню, спросила профессора Савинова, и что же быть? Мне так горько, что он нигде не состоял, не значился, не числился ни в какой партии. Он говорит, а вы знаете, он все равно был честным русским художником. Он по мере таланта творил. Была выставка «Замечательная большая Волга». Приезжал десант из русского музея, и кто-то сказал выдающимся специалистам, они не могли скрыть разочарование, очень много было однотипных пафосных работ. Ну сделайте разгром, ну поругайте их там. Ну типа того, что вот размажьте их как следует, чтобы знали. И эти ведущие искусствоведы говорили, а зачем? Ну художнику надо кормить семью, он работает. Кто-то есть ремесленник, кто-то есть просто честный копиист, понимаете? У кого-то талант, а у кого-то очень хорошие способности, старания, умения. А ему надо семью кормить, детей кормить. Зачем это делать? Вот этот хороший, этот плохой. Каждый как бы, ну это человек, это душа. Кто-то может отдастся искусству, например, реалистическому. А кто-то любит, совершенно может быть неопримитивизм. Кто-то любит пленэр, а кто-то умеет создавать многофигурные полотна. Кто-то любит абстракционизм. У нас наша страна слишком много боролась с художниками, понимаете? И в 32-м году, когда вот авангард зачеркнули, велели уничтожить. И в 60-е годы у нас многие художники покинули. То есть вот ваши профессиональные принципы, как арт-критика, получается, что вы как бы плохого говорите? В Америке создан был прецедент. Миллиардер купил голову Бранкузи. Бранкузи – это румынский скульптур, жил в Париже, и он делал скульптуры в виде яйца. И там закрытые глаза, вейки, и все. Из латуни и бронзы. И вот миллиардер привез это яйцо на таможню. Ему сказали – паровоз цветного металла. Ой-ой-ой. А вы веки просто нарисовали. И был создан прецедент. Если два свидетеля подтвердят, что это произведение искусства, и это художник, значит, это искусство. И потом в Америке, в одном Нью-Йорке 45 тысяч художников. Любой может записать декларацию. Я художник. И если его друзья, два свидетеля подтвердят, он может набросать кучу камней и сказать – это концепция. Понимаете? У каждого художника есть свои почитатели, свой курс. А вот как быть самарцем, которые хотят увидеть картины художников, которые уже ушли из жизни? Вот у нас Новокрещенов, допустим. Да, чудный художник. Вот что делать? Ну это да, я прям вспомнила. Потрясающий художник. Потрясающий, да. Вот если есть такое желание увидеть картины, вот что делать? Ну я вот сделала на Ютьюбе, я сделала ролик, посвященный всем его картинам. Ну это вот уже новая технология, а вот так в подлиннике. А в принципе, да, к сожалению. Но выставки его бывают регулярно, периодически бывают. Он есть у коллекционеров. Я знаю, что Михельсон, глава компании «Новотек», он очень любит этого художника. И была выставка в галерее Виктории. Потрясающая. Это действительно уникальный художник, который создал свой мир. Понимаете, кто-то пишет то, что видит и любит, а кто-то создает абсолютно новый мир, в котором все летит и музицирует. А вот проблемы с наследием самарских художников, они возникают сегодня? Потому что вот где все это хранится, вот все эти картины? Ну это уже вопрос не ко мне. Я думаю, что и председатель Союза художников, и другие наши заслуженные художники, маститые художники, они поднимают где-то в верхах вопрос о том, чтобы открыть достойный выставочный зал, чтобы открыть галерею самарских художников. Эта битва идет не одно десятилетие, и в принципе это болезнь многих городов. У нас есть старейший музей, старейшие коллекции. А в новых городах, таких как, например, Братск, у них нет старейших коллекций. У них в основном собирают современников, и современникам, наверное, от этого хорошо. Я всю утлинию провожу, как нам прошлое дотянуть до настоящего, потому что действительно... Ну может, у нас появится какой-нибудь молодой человек-меценат, который начнет это собирать, который отстроит, как в свое время Шахабалова коллекционировали, как Вакана собирал. Да, вот были же, какие меценаты, да, в свое время, как... Ну вот сейчас музей Фаберже, Эксельберг создал в этом, в Петербурге. Еще одно частное лицо создало в музее, в Москве музей Ардеко, это частный музей. Да. И вот если вернуться все-таки к теме победы, которую мы скоро будем праздновать, вот с истории тех лет, той эпохи, где-то можно сегодня познакомиться, специально прийти и посмотреть на те вещи, вот где, в каких музеях? Ну, во-первых, это и Самарском художественном музее выставка, это и Валабина. Меня поразил интереснейший проект в новом пространстве, там, знаете, в центре как бы мемориал, такие стоечки, на этих стоечках написано, сколько в такой-то год, в таком-то городе погибло людей, солдат. Документальные фотографии, афиши той поры, тех лет того времени, невероятны. Вот. И, конечно, вот этот музей в Институте культуры, интереснейший музей, я говорю, там просто эти письма, там планшетка солдата, его паёк, вообще вот эта вот история, как бы солдата, история войны, там многотомные окажутся, и там манёры Оренбергского процесса, их кто-то выбросил, человек нашёл, и документы, посвящённые войне, все эти пакты, которые сейчас вот опровергаются, всё это издано, можно увидеть эти книги. То есть сейчас многие музеи делают это, и архив сейчас делает выставку. Вот, да, потому что вот будет время, выходные дни, нужно себя чем-то занять и жизнь свою, конечно, сделать. И, конечно, я просто призываю всех, все, у кого есть дома семейные архивы, фотографии, храните. Не важно, что вы не знаете многих лиц. Оказывается, в Америке, в Канаде все коллекционеры уже давно сделали коллекции фотографий 20 века, ведь уже такой технологии больше никогда не будет. И эти технологии надо сохранять и сберегать. Действительно. Да, в истории семьи, в истории страны. Да, да, да. Потому что сейчас вот так быстро меняются даже носители электронные, уже нет того, и всё это уходит вместе с фотографиями и со всем, что там запечатлено. Я ещё, знаете, хотела, что у вас узнать. В последнее время есть такая тенденция, когда советские какие-то традиции возвращаются в нашу жизнь. Вот в искусстве такое происходит, и как вы относитесь к тому, что вдруг вот в наше искусство современное начнут проникать традиции советского времени? Дело в том, что, оказывается, искусство, сама вот эта вот его линия развития, она несколько дискретная такая, она прерывается. И когда она прерывается, вот умирает генеральный стиль, например, эпоха Возрождения, а барокко ещё не народилось. Появляется промежуточный стиль, маньеризм. То есть задача художников — сохранить ремесло, чтобы оно не распалось. И такая выдающаяся Сьюзен Зонтек, подруга Энди Уорхол, она в 60-е годы сделала доклад о том, что промежуточный стиль надо называть кэмп, искусство кэмпа. То есть вот у нас, ну, умер великий стиль соцреализм, а новый государственный стиль ещё не народился. Сейчас эпоха бестилья, идёт неоэкспрессионизм, неореализм, неопримитивизм, всё нео, нео, нео. Но, в принципе, там нет уже, понимаете, такой вот какой-то пылкости и такого чувства, как, например, в картине Дейнеки «Оборона Севастополя». Понимаете, это буквально удар по нервам, по психике, по душе. Сейчас, как бы, искусство холоднее. Почему? Потому что оно, как бы, стилизует стиль. Но это важно и дорого, оказывается, чтобы сохранить ремесло, искусство композиции, техники, технологии. Всё должно быть. Понятно. Спасибо большое за наш разговор, за ваши такие интересные замечания и советы. Всего вам хорошего. До свидания. Я прощаюсь и с вами. До следующих встреч. До свидания.